Правительство сегодня утвердило параметры будущей пенсионной реформы, в том числе новые границы пенсионного возраста, и объявило о грядущих изменениях в системе налогообложения. Подробнее обо всем расскажет моя коллега Мария Кудрявцева. Мария присоединяется к нам. Мария, добрый день. Так что изменится в пенсионной системе России? Да, здравствуйте. Как отметила еще в начале заседания премьера министра Дмитрия Медведева, те законопроекты, которые сегодня обсуждаются, по ним было очень много острых дискуссий. Но изменения назрели и необходимы. В частности, он напомнил, что порог пенсионного возраста, который существует сейчас, начал определяться еще в 30-х годах прошлого века для ряда граждан, но окончательно уже для всех россиян он был утвержден в 56-м году и с тех пор не менялся. И сейчас звучит предложение начать постепенное повышение порога пенсионного возраста с января 2019 года. И вот что об этом рассказал премьер-министр. Давайте послушаем. Предлагается ввести достаточно длительный переходный период. Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году. Это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсии, сверхуровня инфляции. Ну и в целом переходный период даст возможность синхронизировать изменения пенсионного возраста и дальнейшее более активное развитие социальной сферы. Для большинства людей, которые готовились выходить на пенсию в ближайшее время, изменения будут плавными, повышение пройдет постепенно. Ну, например, мужчины, родившиеся в 59-м году и женщины 64-го года рождения, смогут выйти на пенсию в 2020 году, соответственно, в возрасте 61 год и 56 лет. Мужчины 60-го года рождения и женщины 65-го года рождения получат право выхода на пенсию в 2022 году, соответственно, в возрасте 62 и 57 лет. Ну, а молодого поколения впереди еще достаточно времени просто для адаптации к новым границам. Здесь очень важный, ключевой момент, то, что переходный период будет длительным и постепенным. То есть получается, что для мужчин это 10 лет, для женщин это 16 лет, то есть для женщин переходный период завершается аж в 2034 году. При этом те, кто уже вышли на пенсию, для них эти изменения никак на их пенсии не скажутся. И при этом также сохраняется ряд льгот, которые существовали ранее. Давайте я послушаю, что по этому поводу рассказал премьер-министр. Предлагается сохранить существующие льготы на досрочные пенсии для ряда категорий. Это право останется у тех, кто работает на вредном и опасном производстве, так называемые списки. У женщин, которые имеют 5 и более детей. У инвалидов по зрению первой группы и военной травмы. У одного из родителей или опекунов, инвалидов с детства. У чернобыльцев, у некоторых других категорий, которые имеют такие льготы по социальным мотивам. Требования к стажу педагогов, медицинских и творческих работников также предлагается оставить прежними. При этом возраст выхода на пенсию этих работников будет исчисляться с учетом общих подходов к темпам повышения пенсионного возраста. Для тех, кто проработал в особых климатических условиях, в районах Крайнего Севера, приравненных местностях, пошагово выход на пенсию будет достигаться для мужчин в 60 лет и для женщин в 58 лет. Ранее в майском указе президент поставил задачу повышать пенсии сегодняшним пенсионерам выше уровня инфляции ежегодно. Но доля работающих людей становится все меньше. Есть такие цифры, что в 70-х годах прошлого века на одного пенсионера приходилось примерно 4 человека, которые сейчас работают. Если посмотреть на цифры 2018 года, это примерно 2 работающих человека на одного пенсионера. И как говорят эксперты, как говорят в правительстве, это соотношение будет снижаться. Ну а новый подход позволит повышать пенсии для сегодняшних пенсионеров на 1000 рублей ежегодно. И вот что об этом рассказал премьер-министр. Еще один важный момент, который я хочу особо подчеркнуть, он касается нынешних пенсионеров. Во-первых, в отношении них никакие правила, естественно, не меняются. Во-вторых, благодаря программе увеличения трудоспособного возраста их пенсии будут расти ориентировочно на 1000 рублей в год. Кроме того, они, как и раньше, будут получать все положенные им иные социальные выплаты. Еще одна мера, которая сегодня обсуждалась, это повышение ставки НДС с 18% до 20% с января 2019 года. Разные варианты обсуждались. Как отметил премьер-министр, речь шла и о прогрессивной шкале налога для физлиц, и о повышении этой ставки для физических лиц. В итоге выбрали изменение ставки НДС, но чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы для социально значимых товаров и услуг сохраняются. Вот что об этом рассказал Дмитрий Медведев. Будет изменена ставка налога на добавленную стоимость. Сейчас базовая ставка НДС 18%. Предлагается сделать ее 20%. Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость, на основные социально значимые товары, на основные услуги будут сохранены. Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки. Обсуждаемые сегодня в правительстве меры могут позволить выполнить майский указ президента, а именно обеспечить рост экономики и благосостояния людей, а также рост пенсии, выше инфляции ежегодно. При этом бюджет также может получить дополнительные доходы с 2019 года. Об этом сегодня говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Давайте послушаем. Этот шаг приведет к дополнительным доходам федерального бюджета более чем на 600 миллиардов рублей в год, начиная со следующего года. Эти средства вместе с дополнительными доходами от завершения нефтегазового маневра будут основными источниками для финансирования национальных целей развития, поставленных в указе президента от мая текущего года. Готовящийся налоговый пакет правительства предусматривает набор решений по компенсации эффекта от повышения НДС и снижения налоговой нагрузки. В частности, предлагается обеспечить ускорение возмещения НДС экспортерам путем снижения порогового значения сумм, уплаченных предприятиям за три года налогов, дающим право на ускорение возмещения НДС с 7 до 2 миллиардов рублей. Предусматривается снизить нагрузку на плательщиков НДС за счет сокращения сроков проведения камеральных проверок при возмещении НДС. Отменить сложные для бизнеса и дестимулирующие инвестиции налог на движимое имущество. Все эти налоговые решения будут внесены в составе готовящихся правительством проектов законов и надеемся на их принятие парламента в весеннюю сессию. Ну а в эти минуты заседание правительства продолжается. Мы следим за самыми важными заявлениями, обязательно расскажем о них в следующих прямых включениях. Коллеги. Спасибо, Мария. Напомню, Мария Кудрявцева рассказала об изменениях в пенсионной системе России. Продолжение следует...